Возвращаемся к обсуждению 23 декабря 2021 года 666 такой юбилейный выпуск нашего утреннего Шоу, чё за бабуйня? И мы обсуждаем монобанк, точнее мы обсуждаем приватбанк, точнее мы обсуждаем дубилета Итак, новости, которые мы должны понять, просто вчитаться и понять Высший антикоррупционный суд, обрав за побежный захит у выгляди утримания ведвартою заочную Калышнему главу управления приватбанку Дубилету Это дубилет старший, чтобы мы все понимали, потому что в нашем разговоре, в нашем обсуждении часто слышится дубилет младший Вот, собственно, почему заочно? Потому что дубилет обвиняется по большим статьям Естественно, за такие бабки он не должен был находиться в Украине, а сумел Ну и был достаточно умным, чтобы иметь паспорт гражданина Израиля, находиться в Израиле И теперь мы все как-то будем думать, как его из Израиля достать А все мы понимаем, что из Израиля вообще в любой стране очень сложно достать человека А здесь как бы и деньги, и люди, и все, что вместе замешано Чтобы понимать, о чем идет речь, кратко, вообще совершенно кратко, потому что очень большая на самом деле тема Речь идет о 8-9 миллиардах гривен, которые дубилет, будучи директором правления Сейчас я посмотрю конкретно, где он был Перед национализацией он, по-моему, представителем правления был Кто как не он называется, кто как не он был виноват в том, что из приватбанка перед национализацией просто вытекали миллиардами гривен деньги А теперь, естественно, никто не виноват, ни в чем не виноват И мы плавно переходим к тому, что большая категория людей осталась такая, что спрашивают или несут свои деньги Несут свои деньги в, ну, не приемлет, наверное, приватбанка и деятельности дубилетов, семей дубилетов Мы говорим про монобанк, да, про эту оболочку, потому что на самом деле никакого монобанка не существует Существует небольшое приложение, достаточно удобно, ничего скрывать Сейчас очень много удобных приложений Существует приложение в вашем телефоне, которое позволяет переводить деньги с банка Тегибко, Universal Bank Переводить деньги, оплачивать какие-то услуги И, собственно, да, основная претензия, основная задача в том, что мы сейчас После того, как все это случилось, после того, как случился кризис приватбанка Мы, ну, не мы, я сейчас в данном случае не за себя, потому что моих денег в монобанке нет Мы все, в большинстве, это видно по лентам новостей, это по социальным сетям Мы все понесли деньги Теперь уже Гороховскому Человеку, который отвечал за большой кусок в приватбанке Да, сейчас мы посмотрим, если я не ошибаюсь, кем он был Бывший, точнее, был первым заместителем главы правления приватбанка Да, и дубилет младший, основатель монобанка Который был IT-директором приватбанка Вот эти люди организовали схему, новую схему под названием монобанк И теперь мы, собственно, обсуждаем, почему эти люди продолжают высасывать, как пылесос, как приватбанк высасывать У нас есть звонок, и мы давайте попробуем пообщаться Здравствуйте, Николай, меня зовут Николай, вы, да, вы, конечно, в курсе по ситуации, точно в курсе с приватбанком Потому что это было 2-3 года назад, это очень серьезно Это какой, больше, наверное, 4 года назад, да, это серьезная ситуация была Когда все побежали снимать деньги, потому что приватбанк трещал по швам Да, 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 да И, собственно, сейчас очень непонятные вещи происходят Потому что понятно, почему объявили подозрение и заочный арест дубилету Как главы правления приватбанка, при котором, собственно, произошли эти массовые хищения Вывод в офшоры средств, депозитов и всего остального И команда, но старая команда приватбанка в виде дубилета младшего, сына этого и Гороховского Получила такую поддержку в виде монобанка Вот, интересно, эта ситуация, как по-вашему? У вас монобанк есть? Да, есть, я пользуюсь Давайте так, кратенько Приложение действительно хорошее Да, удобно, хорошо, красиво И это что, перевешивает риски, потому что вот перед этим эта команда ограбила Украину на 10, условно, 10 миллиардов долларов Эта же команда, теперь она запустила новый проект Вас не смущает? Честно, меня многое в нашей стране смущает, в том числе и эта ситуация Но, видимо, ситуаций этих так много, что, видимо, нервная система уже сама себя защищает И вот лишний раз даже в эту ситуацию даже вникать не хочется Правда, я честно, у меня маленькая зарплата Я деньги, если налички, я наличку всю, точнее, держу дома А там какие-то деньги заходят, небольшие, на монобанке, пусть они лежат Я сильно за это не переживаю, честно говоря Я, конечно же, ожидать подвоха, вы же сами понимаете Можно откуда угодно Со стороны приватбанка, со стороны монобанка, альфа-банка Ну, где у нас сейчас вообще гарантии не дает? Да, гарантии действительно никто не дает Но здесь ситуация уже... Война скоро начнется, вы не слышали? Ну, об войне мы поговорим завтра, это тема завтрашней передачи Вот это уже было То есть не то, что как-то возможно будет у кого-то по каким-то причинам А эти ребята уже обчистили карман каждого украинца По подсчетам на 5000 гривен Каждого, включая детей, бабушек, нас с вами, всех Если разделить общую сумму хищений Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все виновные были наказаны Произойдет это или нет, я не знаю Где-то у меня есть ощущение, что это, наверное, большая коммерческая организация Которая, если бы сейчас были предпосылки к тому, что нужно там забирать Я сейчас за себя говорю Если бы были предпосылки забирать вот эти свои там небольшие Ну, ладно, честно, у меня там 11 тысяч вот сейчас лежит Ну, я бы, наверное, сейчас побежал бы, конечно, их забирать Вот Боюсь ли их потерять? Ну, наверное, но если уж так произойдет, что я их потеряю Ну, что, сам виноват, как говорится Знаете, я давно решил, что, в общем-то, во всех бедах, конечно, проще всего обвинить там государство или еще кого-то Ну, даже если бы меня облапошили, значит, в этом виноват я сам Значит, не разобрался в ситуации Значит, не знаю, доверился, как вы говорите Ну, привык Да, всем, конечно, наверное, привыкать нельзя Просто интересная ситуация, хочется последний такой вопрос под конец Вот эти люди, которые несут деньги Или пользуются, или несут деньги в монобанк, или восхлавляют его, или пиарят его Или прям кипятком по всему интернету Это те же люди, которые обвиняли того же Порошенко в национализации приватбанка И не видят, и не слышат о массовых хищениях Или кричали, помоги, помогите, помогите Потому что депозиты не смогли снять Банкоматы были почти закрыты И люди не могли снять деньги Это те же люди, которые кричали про приватбанк О том, что валится приватбанк Это одни и те же люди, как вы считаете? А вы знаете, может быть, связи как таковой и нет Это уже непонятно То, что кричит Я так привык уже, что со всех сторон кричат друг друга обвинения Условные парохоботы на зеленоботов Зеленоботы на парохоботов И вот это какая-то бесконечная перепалка обвинениями Я же говорю, я уже повторяюсь, наверное Что я уже, честно говоря, устал от всего этого Просто на данный момент, если мы говорим о монобанке Он работает и работает хорошо Я же говорю, я говорю за себя У кого там есть какие-то накопления Наверняка эти люди забеспокоились И уже что-то предпринимают Для того, чтобы как-то обезопасить свои средства За других тоже сказать не могу Отвечаю, что называется, только за себя И если, последний, последний вопрос Если завтра вдруг, вот, ваша карточка, монобанка, приложение Перестанет работать, перестанет отдавать деньги Перечислять деньги Вы просто примете этот факт Ну, неприятный, но как факт И все Вот смотрите, вот вы же прочитали эту новость Вы сделали выводы Я вот слушаю постоянно вашу передачу Я вам доверяю, на самом деле Ну, вот видите, я сижу с вами сейчас разговариваю Мои деньги продолжают лежать в монобанке И я уверяю вас, даже после разговора с вами Я не побегу их снимать Нет, 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 конечно, никуда снимать не надо Я имею ввиду, что в случае чего Ну, действительно, серьезная новость Но это же правда, что сегодня, завтра, послезавтра Что-то такое закрутится, завертится И вот действительно прикроют И мои деньги также останутся Действительно, и сделать я, скорее всего, ничего не смогу Да, как и многие другие вкладчики Ну, ведь мы живем во что-то хорошее Пытаемся верить И вы, и я, и все остальные люди Я не знаю Другой вопрос, на чем основывается наша вера, конечно На каких-то таких, я не знаю Понятиях Ну, вот как-то продолжаем вот так вот и жить Я же говорю, если бы этот вопрос касался только монобанка Если бы это была единственная проблема в нашей стране А, наверное, бы мы не сидели с вами И так вот спокойно об этом не разговаривали Уже бы, наверное, пошли бы уже и Выяснять куда-то обстоятельства эти Ну, а так мы сидим, мило разговариваем Хорошо, спасибо Спасибо за ваше мнение А мы заканчиваем на какой-то оптимистичной ноте Ну, что справедливость должна восторжествовать Виновные должны понести наказание Люди И то, о чем мы с вами все время постоянно говорим На различные темы Просто давайте потихонечку задумаемся Не ради пиара, не ради черного, не ради белого пиара Потому что есть определенные факты Которые, ну, что-то, да, говорят нам Не переключайтесь Мы с вами ежедневно И обсуждаем самое интересное Самое главное Чтобы чуть-чуть больше думать о нашей жизни Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok